полосу препятствий в мире и мой друг мак попытается пройти у него я у другу смотрите как трясется платформа мы на высоте нескольких десятков метров смотрите и это только нет страшно по из многих смертельно опасных болезненных абсолютно безумных полос препятствий с которыми макс столкнется в этом если мак пройдет все шесть он выиграет 800 тысяч долларов это безумие я бы не смог сделать то что он делает меня чуть не задела боже мой это последний прыжок не уверен что допрыгну я именно важный там два качающихся молота и большее расстояние ты сможешь не уверен это будет короткое видео парни я боюсь хотя стою на устойчивой платформе под я себе под съем не радуйся раньше времени это был самый легкий идем дальше сложнее уже нибудь вообще-то будет и мак должен пройти все шесть полос препятствий если хочет уйти с восемью стами тысячами долларов алиса 800 тысяч долларов в рубли алиса шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать рублей слушайте я прослушал прослушал если честно что она сказала потому что чел говорит босс почему вы перестали говорить капуцк капиала шайкин бокс шрекс ё-моё блин глэк просто я настолько пела такого вопроса что я просто я прослушал даже что у нас на готов не знаю ответ нет ведь мы еще не поднялись на десятки метров опять вверх го а вот и второй этап как я уже говорил он гораздо сложнее снимай повязку ну что допрыгался щенок ребят вы кого со своими скинами напугать хотите вы что не слышали про новый режим на кс гоу ран режим кейс батл уже на сайте вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им кто тот папа или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец у кого большинство что теперь скажешь ребят вы чего быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду хватай секретный промокод в телеграм-боте перед тобой две игры которые ты играл в детстве бревно и перекладина тебе нужно выбрать одно из них и перебраться на эту сторону если он по какой-то причине не пройдет испытание то упадет с 30 метров в сетку джимми полегче бро это всего лишь второй этап то есть выиграть 800 тысяч долларов не должно быть легко как похоже он выбрал перекладину страшно смотреть как он спускается как только он повиснет он может посмотрим зацепиться ли он за нее это пиздец на кону 800 штук как будто бы лучше идти по по красной по идее не смотри вниз пути назад не у меня бы физической силы не хватило вот так вот просто ну раз я охуел но обычно бывают тренажеры на улице и ты там достаточно близко этих находится а там еще достаточно далеко это это гораздо дальше чем дальше тем сложнее блять они там реально и увеличиваются ты уже почти на полпути вспомни все те разы когда ты проигрывал не делай этого с собой мать если ты упадешь придется искать нового участника боже мой осталось совсем немного а он уже близко нереальный кадр падай он так близко блять мой друг сейчас умрет блять нереальный кадр сука если вам интересно кто мой психованный друг мах он участник двух предыдущих челленджей и хотя он трагически проиграл в обоих он стал любимцем публики поэтому я это тот же чел он же ему сказал в предыдущий раз что больше не будет и вы были последний шанс реабилитироваться сока так предыдущий шанс был последний и выиграть эти деньги бедная психика этого марка у него постоянно перед ним куча денег по и я он всегда в конце всегда добра я еще думаю знакомую лицу думал всегда у него в его команде наверное уже настолько я привык к этому марку на третий этап что это джиме возможно твой худший кошмар видишь ли до сих пор в этом видео все полосы препятствий были на силу а ты в этом хорош но этот уровень проверит твой мозг нажми и удерживай красную кнопку окей видишь на полу теперь высвечивается узор полностью появится вы пройти дальше это интересно может ли он вот здесь перепрыгнуть потом пройти сюда и перед тебе нужно будет пересечь комнату наступая только на зеленые плитки что ты будешь делать это полностью по памяти у тебя ровно 30 минут чтобы идеально заполнить путь из 44 плиток и если ты случайно наступишь на одну красную плитку твои деньги взорвут мне кажется достаточно легкое задание вот тебе если при каждом нажатии нового не будет боже мой он защитит тебя от бомбы запускай таймер вперед та же самая дорога ну да даже сам пятерка по центру отсылка подожди подожди вот еще интересно а если он сейчас назад пойдет вот это зеленая уже останется я не поднял свой щит мак ты уверен что не хочешь вернуться про ты можешь нажимать кнопку сколько угодно если ты не уверен в шаге тебе лучше не взрывай свои деньги прошло почти пять минут не надо а ты еще на старте не надо ты проходишь по плитке в минуту окей спасибо к нам больше 30 тепли окей хорошо поехали ты точно уверен не том что деньги не взорвать я уверен ты все равно шагнешь я немного он сходит с ума осталось 23 минуты пока ты сомневаешь можно ли перепрыгивать реально я хочу напомнить тебе что это твой последний шанс выиграть 800 штук если ты снова проиграешь мы тебя больше не позовем а сейчас вперед или куда вот и спрашиваешь маме не знаю мне помочь тебе выиграть мои деньги не ставит этому моменту смаз прошел так далеко что одна попытка занимала у него не меньше шести минут чтобы он не делал он все время забывал самый конец узора было вниз 3 1 2 3 4 4 но я думаю знаете чё может быть легче из-за того что мы сверху смотрим а он же смотрит но примерно ему тяжелее считать короче это неизведанная территория сюда еще не заходил у тебя 9 минут можешь вернуться и проверить если хочешь я сам только на половине примерно чуть больше половины я думал это конечно единственный путь отсюда это вперед мне кажется это мак да помнишь как ты себя чувствовал когда проиграл 700 штук а потом 800 штук частенько об этом думаю так что ради душевного спокойствия может нажмешь кнопку еще раз решать тебе слушай митюбе давай на хуй вот и идешь назад окей окей 4 4 вправо 244 вправо 2 мак потратил половину оставшегося времени повторяю узор снова и снова надеюсь что его решение вернуться к началу последний раз было не напрасным но когда мак наконец-то решился на то чтобы предпринять последнюю попытку 2 2 окей вот хорошо времени у него оставалось крайне мало осталось меньше 4 минут меньше боже мой думаю пора не слушай никого бро только себя с богом только ты и плитки у меня реально сердце я знаю что у него все получится потому что еще хроман хронометраж видео два часа нахуй будет идти но все равно завалдите это так напряженно делаешь у него было 30 минут на это задание осталось меньше трех один неверный шаг и он потеряет еще 800 штук 4 4 4 4 сюда 1 2 3 вот тут он дострял в прошлый раз боже мой чувак время на исходе еще есть время еще есть время так он может перепрыгнуть вероятность взрыва очень высока так как себя чувствует школьник на играх фуги остановая я что он не меня поднимает а если бы мак вы я был не срабитку четвертый этап пошли следующий этап может показаться без обидным я точно знаю что он тебя уничтожить я в тик токи люблю вот эти американские всякие шоу где люди вот так просто проходит но это нереально твердый этап и хотя это полоса препятствий не в небе который здесь видишь еще я в тик токи люблю когда чел блять приносят какой-нибудь говорит это отпечаток лапы динозавра я хочу за нее 500 тысяч долларов и чел говорит могу дать просто 50 баксов и таким по рукам все респект почти невозможно пройти с одной попытки поэтому у тебя легенды легенды этого варианта валяй ты можешь попытаться пройти эту чудовищную полосу препятствий если упадешь вот дают тысячу рублей пачку кирешек открытых половину съел пять по рукам это потеряешь да легенда ломбарда или ты можешь держать мою плитку фестаблз и пока ты ее не уронишь попытки неограниченным это был звучит только не капритку когда упадешь в воду либо он по проиграл на первых двух шагах так что хорошо что он лучше шоколадной зимой да это просто нереально по крутящейся хуйне пройти еще и каждый раз сложнее потому что ты ее мочишь для мне кажется это анрел я себе полгай только вспомнил ты должен быть в шлеме хотя шлема не нужен чтобы знать что писты был лучше шоколад лучше надень его то еще умрешь перед камерой своим продуктом в руках по что бы то ни стало не роняй плитку фестаблз которую можно купить в каждом walmart по всей стране вы также можете купить фестаблз через youtube по ссылке ниже а это что есть лишь один способ узнать попробуй это кажется невозможным про этот пролет просто нечто самое главное не отпускать этот так называемый член стамбулс это залезть сверху а окей да гениально еще до сюда добегать как это делать а не он наверное вот тут может залезать если он до сюда зашел интересно чекпоинты есть это нереальная бля это нереально я я бы но теоретически с нескольких попыток ну два бы мог пробежать я видел всякие веносы право такую хуйню но два можно и засудили и эти шары настолько сложнее остальной части этапа что мы пригласили других блогеров опробовать и и скажем так у них не очень хорошо получилось я никогда не умру а уж успеют а уж успеют забудьте все что он сейчас сделал да я тоже так подумал если не хочешь чтобы твоя трилогия закончилась на шарах то не отпускать издавался удачи 3 2 1 о боже ну вот и вопросе как вторая попытка четвертая прикольно что у него неограниченное количество попыток но это полный и падал но это реально гениальнейшая реклама что чел постоянно должен с фиста был самим руках это делать мы тут застрянем еще дня на 4 как бы он не старался просто не мог ухватиться за третий шар мы так долго возимся что солнце уже начинает сходить это твое наследие ты сможешь ему понадобилось три часа чтобы забраться на этот шар не уронил плитку я не уронил плитку нажми кнопку а потом роняй плитку он и не будет ронять она уже приросла к нему как что ж тебе осталось пройти всего две полосы препятствий чтобы наконец-то выиграть в одном из этих видео сложнее уже не будет не ври человеку пожимаем руку точно что мы и делаем это был самый сложный этап шучу могу крышка следующий гораздо сложнее сюда маг осторожно смотри под ноги куда мы идем вперед я ничего не вижу вперед снимай повязку добро пожаловать на пятый это что что это что происходит этот этап как ты наверное понял мы только что построили видишь ли в прошлых видео у тебя были проблемы с равновесием ты отказался от бревна в начале видео и не смог пройти по вращающемуся ли у вас подряд так что теперь тебе придется пройти не по одному а по трем вращаюсь чем все бревнам и перенести все восемь мешков с деньгами на дугу он еще должен туда-сюда ходить сторону если ты упадешь хоть раз всего один раз ты потеряешь все это и от сна и прежде чем начать испытанием я упустил одну вещь будь добр потяни за рычаг нет и что будет если я потяну что потяни мы проводим испытания на высоте 60 метров пиздец он вот это всю эту на донышко еще насыпал просто по приколу чтобы его вот это всю эту если честно мне сейчас страшновато это жесть ты не был бы человеком если бы не боялся боже мой мы так высоко это не но это пиздец ну в предыдущем у него неограниченное количество попыток было здесь что не так такое чувство будто я снова прыгаю это ужасно не падай нет давайте так у обычного человека никогда не будет такого опыта в жизни он не может спрогнозировать даже что делать насколько быстро они крутятся насколько мягкая там или твердая мне кажется мне кажется они должны были дать ему одну попытку чтоб он просто понял как это работает ну тогда еще хоть как-то но надо чтобы одну попытку дали понятно было твердая не твердая а теперь их 3 и мы на высоте 60 меди они еще сами грудятся а та хуйня крутилась просто и упаду спасибо что дал мне третий шанс не знаю благодарил ли я тебя когда-нибудь за это ты просто на меня разная ты же меня в нем и поднял что мне остается это очень мило но кажется что ты тянешь время потому что тебе страшно мак проиграл полтора миллиона посмотрим превратятся ли они в 2,3 миллиона еще самое реально ужасное то что ему надо в этой не ходить туда-сюда ты готов таких ситуациях я вновь и вновь говорю одно и то же с богом когда он идет вся платформа трясется понять может быть нам на не доходить до последний и просто перекидывать почти почти вот и вот здесь не ходить я пойду осторожно и последняя часть испытания которые я не сказал маку оказавшись на другой стороне ты можешь перейти финальный этап с той суммой что принес и если хочешь рискнуть можешь вернуться за добавкой он этого не ожидал здорово вышло да что по твоему мне делать нет бро давай ты же смог с первого раза оба мешка ты серьезно тут шестьсот тысяч ты идешь или нет первого раза с единственного завещал карл но это твой выбор и если что это не моя я действую по совету карла джейкобса звезды но он идет идеально он совершил полный круг сегодня я либо буду спать с улыбкой на лице либо не усну вообще вперед а пока маг на высоте десятков метров рискует восьми устами тысячам я расскажу ума circle самое крутое circle картриджи со вкусами вкручиваем их сверху вот так и ваша вода будет иметь любой вкус какой захотите можно также регулировать интенсивность вкуса поворачивает а диск если он будет легким кстати а мне приедут мои вкусы интересно мне бороду заказывал хочешь остаться там и пройти дальше или вернешься сюда вот где начинается риск можешь пойти с карлом и продолжить бороться за 600 штук или опять же забрать последние 200 тысяч и рискнуть всем чувак ты исправишься да это маг которого я знаю и ладно что-то у него тут не немного шагов он делает такое чувство что ну и это из из ты же прошел чего злишься потому что я едва прошел он здесь не деньги детка лады заберем их так называемый сервис колебаний с богом он пошел он пошел все норм это уже привычное дело чем не интересно знаете чё допустим он начинает падать и вот так вот и закидывает сумки сам падает но сумки то он перенес готов принимать да чел думай ногах не упади хорошо я иду к тебе готов окей все деньги на той стороне теперь ему нужно просто пройти не упав 3 2 жатье испытание это было не радуйся раньше времени ты всегда проигрываешь на последнем испытании снова я не облажаюсь и вот пришло время для финального испытания мне показалось то что написано пик от снова с завязанными глазами но пошел бы и еда далее так верно уже поняли что мы снова поднимаемся мы на вершине еще пара шагов еще пара шагов снимай повязку узри финальное испытание это безусловно самое безумное полоса паркур в майнкрафте от твей во всем видео блин чувак это это безумие я не буду тебя винить если ты испугаешься этой полосы и раз ты прошел через многое не только в этом видео но и прошлых включая пауков утопления валуны и лазеры конечно же печенье у меня для тебя есть кое-что внутри печенье зонтик тебе выбор можешь попытать удачу с печеньем зонтиком и если не проходить вообще чтобы играть 800 штук или пройти эту гигантскую чудовищную изнуряющую полосу препятствий и пройдешь ее выиграешь 800 штук это очень важное решение вот держи печенье я не возьму его по крайней мере пока мне реально снились кошмары про это печенье ты типа жалеешь меня вроде того грустно ты же проиграл из-за него полтора миллиона а если проиграешь и терять короче но видимо он может в любой момент да то есть он может идти 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 такой ну ладно вот сейчас печенье то 2 миллиона 300 и никаких попыток в будущем он его выбросил теперь зная это нам эта штука не нужна пути назад нет каждое испытание каждом видео сводится к этому моменту делаем это для начала перед ним две трапеции а затем желтая платформа финал 1 либо ты победишь либо упадешь это будет нечто хорошо поехали но он хорошо физически подготовлен я бы не вывез бы такие нормальные банки посмотрел вниз как только мне самое страшное то что вот здесь надо по стене будет ползти хотя вот непонятно за них можно вот так зацепиться то есть туда ну как бы есть куда пальцы поместить кстати мак я говорил тебе что пригласил твоих маму и папу они смотрят внизу я ничего не знал боже мой следующую конструкцию я называю стена смерти оригинально да 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 там есть за что зацепиться вроде нормально тут нужна стратегия он может лезть вверх или вниз или прямо поперек как будто бы это нормально камеру вниз мы все еще на высоте 60 метров это безумие не отпускай руку у меня аж 30 тебя 30 у меня руки потеют пока я смотрю мне плохо меня тошнит из-за этого положите банки такие маленькие почти у цели мам все хорошо у меня так руки устали счастью для тебя впереди еще четверть футбольного поля и тебе понадобятся силы для всех оставшихся уровней здесь все зависит от того когда ты отпустишь круг если отпустишь слишком рано упадешь ибо а ты сильно пересешь руками лучше побеги силы ты знаешь как все устроено самое сложное еще впереди огромные молоты ну из-за него жил если его ударит у него нет шансов что ты делаешь день сука как он наебал этого мистера долбоеба биста блять это хорошо это хорошо теперь ты финальной части шестого этапа слушать я знаю что ты отказался пробовать печенье но учитывая твою историю с этим печеньем не просто не удержался и вернул его в последний раз да ну мистер бис ну ты чё-то вообще пи***ц его ненавидишь его уже предлагал зачем предлагать дважды не нужно я знал что ты откажешься любой разумный откажется а как туда попасть прыгай а нельзя наверх было залезть на черную эту конструкцию сверху пройти наверно мистер без бы тогда тебе бы я бы не даст и с каждым прыжком расстояние увеличивается и если этого было мало я сделал так чтобы каждое печенье становилось меньше с каждым прыжком и друг да ну это я не ну я я для не представляю как бы я бы прыгнул вот такое расстояние как бы я с места без разгона и 60 метров падения без страховки ты справишься 4 прыжка увидим разбогатеть ли мак еще и ферверки я бы обосрался не упал это было жутко но прошел осталось да ну это очень сложное задание не проиграл на самом большом печенье помните что печенье становится меньше с каждым прыжком не позволяя истории повторится ведь это будет твое последнее падение как видите перекладина находится в недосягаемости мака поэтому ему нужно прыгать и если он прохнул в воздухе все кончено и ты уйдешь домой ни с чем кроме стыда а когда еще надо тебе нужно будет поверечь силу для зонтика еще немного трещина на звезде тебе ничего не напоминает а а я думал то что она обломится если он на нее сейчас приземлиться ты финале мак эти два печенья сломали тебя так же как ты сломал их проиграешь сейчас и шанс выбраться из тьмы исчезнет навсегда с богом с богом он прыгнул а итак финальный прыжок двое дальше предыдущего пожалуй самое большое препятствие без еда там огромнейшее расстояние блять а как зонтик бан или пропал он либо выиграть 800 штук либо сага закончится и все это было напрасно твоя семья болеет за тебя все дома болеют за тебя 3 2 1 я думаю он прыгнет прыгнул бля подожди а чё это за полукруг еще перед ним на не могу смотреть а вдруг он захочет к твоему сведению осталось 60 секунд мак погоди что только что произошло я даже не знаю что одно я такой идиот чувак но блять но позже я сделал этот ваш вот это ебать я только понял что это ребята тут просто я камер gopro что просто снять один кадр как это вокруг него и конец то он смог впервые он держит в руках деньги которые выиграл на что ты потратишь эти 800 тысяч долларов у меня есть три друга друзья детства у них не так много денег я хочу чтобы они больше не беспокоились о них моя жизнь изменилась поздравлять я он еще и друзьям поздравлять еще раз алиса 800 тысяч долларов в рубли 66 миллионов сто две тысячи пятьсот пятьдесят шесть рублей никогда не был так рад потерять восемьсот тысяч долларов поздравляю чувак я жестко круто крутой выпуск я прям напряженный что да реально даже повязку к сколько предыдущие получили 600 на двоих ну нормально я все жестко жестко круто лайк крутой выпуск респект крутая прическа у этого малого реально ой ярга